ТЕМА ДНЯ В гостях у нас сегодня председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Добрый день. Также наш гость Вадим Левшин, руководитель пресс-служия ОМВД Тверской области. Здравствуйте. И Александр Бутузов, председатель общественной палаты Тверской области. Общественность у нас также, как обычно, принимала участие в организации избирательного процесса. Ну что же, Валентина Евгеньевна, разумеется, первый вопрос к вам. Вообще, как вообще прошла избирательная кампания? Как состоялись выборы? Может быть, давайте начнем, может быть, с общероссийских результатов. Если говорить о дне голосования 8 сентября этого года, то это была очень масштабная кампания. Она охватила все 85 субъектов Российской Федерации. То есть голосование 8 сентября в том или ином виде проходило на территории всех, без исключения субъектов. Всего подлежало замещению 46 134 мандата различного уровня. Начиная от депутатских мандатов Госдумы, 4 региона у нас избирали депутатов Госдумы на дополнительных выборах. Это 16 глав, высших должностных лиц, субъектов Российской Федерации выборы прошли. Это также в 13 субъектов избирали в полном составе законодательные органы государственной власти. Ну а все остальное это дополнительные повторные и выборы в органы местного самоуправления. Конечно, по результатам этих выборов не осталась сторонней Тверская область. У нас на территории 8 сентября состоялось 33 избирательные кампании. Одна из них это выборы дополнительные депутата законодательного собрания по Кашинскому избирательному округу номер 19. Я напомню, что мандат оказался вакантным. В результате опять же выборов прошлого года, когда на дополнительных выборах депутата законодательного собрания по Заволжскому 180 избирательному округу депутатом Государственной Думы был избран Веременко Сергей Алексеевич, который в тот момент являлся депутатом законодательного собрания. Соответственно, он сложил свои полномочия, и вот мы сейчас провели эти дополнительные выборы. И 32 избирательные кампании это выборы депутатов, представительных органов разного уровня. При этом на территории нашей области сложилась такая ситуация, что мы проводили по законодательству, сколько есть видов выборов местного уровня. Вот мы их все проводили. У нас были и основные выборы, и повторные выборы, и дополнительные выборы, и досрочные выборы. Вот законодательство предусматривает вот такой перечень, и все они у нас случились. И в результате этой избирательной кампании подлежало замещению на территории области 286 мандатов различного уровня. И я хочу сказать, что как на территории Российской Федерации 46 134 должностных лица депутата избраны, так и на территории Тверской области все 286 избраны, представительные органы сформированы в легитимном составе, а те вакантные депутатские мандаты, как в ЗАГС собрании, так и на дополнительных, на повторных выборах представительных органов муниципальных образований, они также все замещены. И хочу, наверное, сказать еще одно из важнейших условий, то, что касается выборов на территории области, что выборы прошли без замечаний, жалоб, заявлений в избирательную комиссию области Тверской не поступило 8 сентября вообще ни одной. То есть мы закрылись с нулевыми реестрами жалоб. И мало того, ни в участковых избирательных комиссиях, ни в территориальных комиссиях не было ни одного обращения, которое бы касалось непосредственно работы избирательных комиссий, и которое бы ставило под сомнение волеизъявления наших избирателей. То есть та задача, которая ставилась на федеральном уровне, чтобы избирательная кампания прошла прозрачно, чисто, чтобы выборы были легитимны, она в полном объеме на территории Тверской области реализована и выполнена. Валентина Евгеньевна, все-таки какая была явка вообще в целом по регионе? Какие-то, может быть, районы отличились в ту или иную сторону? Расскажите. Явка у нас была, значит, составила в среднем на 8 часов вечера, когда закрылись избирательные участки. Она составила 27,9. Но также, как всегда это бывает, у нас есть определенные передовики, где явка очень приличная и даже высокая. Это, например, в одном из сельских поселений Балаговского района проголосовало 53% избирателей. Ну, есть, конечно, как вы абсолютно сказали, передовики, есть и отстающие. Ну, вряд ли здесь можно такое применить высказывание, как отстающие, да. Все-таки зависит все от избирателей. Если избирателя, в первую очередь, не заинтересовали кандидаты, да, повесткой дня вот этой избирательной кампании, ну, здесь, наверное, в первую очередь вопрос к кандидатам. И у нас в Конаковском районе, в Селиховском сельском поселении проходили также повторные выборы. И там явка при закрытии составила чуть более 5%. А когда уже подсчитали протокол, это всегда бывает так, что при подсчете протокола явка немножечко повышается, она чуть-чуть дотянула до 7%. Вот это самое маленькое. Но я напомню, что у нас нет порога явки. У нас выборы являются состоявшимися при любом приходе избирателя на избирательных участках. Поэтому все выборы состоялись. А кого избирали в Балаговском районе, что вот был такой ажиотаж? А вы знаете, в Балаговском районе сложилась такая ситуация, что там не было основных выборов. Там все избирательные кампании, либо это дополнительные выборы, когда по той или иной причине в ходе работы представительного органа депутатский мандат остался вакантным. Ну, это либо человек мог выехать с территории данного муниципального образования, поэтому сложил депутатский мандат, либо печальный случай, когда это с точки зрения смерти, да, тоже депутатские мандаты становятся вакантными. И там один из районов, где у нас наибольшее количество повторных выборов. Причем вот здесь повторные выборы, это, наверное, боль избирательной системы, потому что это мандаты, которые остались вакантными после выборов прошлого года. Когда у нас в прошлом году проходила масштабная избирательная кампания, мы избирали 1900 с лишним депутатов различного уровня, выборы были совмещены на территории того же Балаговского района, проходили и выборы собраний депутатов района, и городских, и сельских поселений. И ряд кандидатов, как мы не призывали их, как мы не просили партии это не делать, они выдвинулись как бы и туда, и туда, на все стулья сразу, скажем так. И оказались поддержанными избирателями и на уровне районного собрания депутатов, и на уровне городского и сельского поселения. Закон таков, что они должны выбрать, и от какого-то мандата отказаться. В основе своей, конечно же, они отказались от выборов более низкого уровня, от мандатов городского и сельского поселения, а в связи с этим, в соответствии с законом, в обязательном порядке проводятся повторные выборы. И вот такими действиями ряд кандидатов в прошлом году подвергли бюджеты муниципальных образований Балаговского района, Жарковского района, Зубцовского района, Калининского района дополнительным расходом финансовым на организацию этих повторных избирательных кампаний. И мы вот по результатам уже и этой кампании будем, наверное, вносить предложение в Центральную избирательную комиссию о том, чтобы все-таки в законодательстве предусмотреть возможность, в случае, если такая ситуация складывается, то, извините меня, эти повторные выборы за счет тех, кто отказался без уважительной причины от мандата. Но почему население, а это наши с вами деньги, это бюджет наших маленьких сельских поселений, должны нести дополнительную бюджетную нагрузку, в связи с тем, что вот кто-то не услышал абсолютно здравые рекомендации. Хорошо. Вот что касается законодательного собрания, кто оказался победителем по Кашинскому избирательному округу? Я напомню, что изначально по Кашинскому округу у нас выдвигалось 8 кандидатов, зарегистрированы были 6. Двум кандидатам было отказано в регистрации, потому что по результатам проверки подписных листов, которые они представили в свою поддержку, было выявлено более 25% брака. И вот очень активно обсуждалась Москва, и говорили, да как же так, что-то комиссия делает. Но вот мы на своем опыте убедились. Кандидаты нам представили подписи, в которых мы установили и умерших людей, и людей, которые на сегодняшний день отбывают наказание в местах лишения свободы, и людей, которые 2-3 года назад поменяли свои паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста, в связи с выходом замуж и сменой фамилии, соответственно. И вот таких подписей набралось более 25%. Это выше допустимого брака, предусмотренного законом, поэтому было отказано в регистрации. Плюс в ходе избирательной кампании, практически уже в предпоследние дни, когда еще было возможно, у нас один кандидат, Войнов Владимир Александрович, написал заявление о том, что он снимает свою кандидатуру по собственному желанию на основании личного заявления, закон предусматривает такой возможности. И в результате в избирательной бюллетень у нас было включено 5 кандидатов. Все они являются представителями политических партий, и голоса по результатам воли изъявления избирателей распределились следующим образом. Мы сейчас узнаем об этом буквально через несколько минут. Сейчас уйдем на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Ну что ж, это снова программа «Темы дня». Мы продолжаем разговор о результатах избирательной кампании. Валентина Евгеньевна, вот про законодательное собрание продолжаем разговор. 5 кандидатов, да, у нас подошло, я так понимаю, к процессу избрания. Вот расскажите подробнее об этом. В избирательный бюллетень было включено 5 кандидатов. Все они являются представителями различных политических партий. И голоса избирателей, предпочтение избирателей по результатам голосования распределили следующим образом. Первое место Рыкин Алексей Николаевич с результатом 45,80% голосов избирателей, от принявших участие в голосовании. На втором месте Иванов, выдвинутый партия «Единая Россия». На втором месте Иванов Сергей Михайлович, выдвинутый партия «КПРФ», 28,45% голосов. На следующем Германа Владимир Михайлович, ЛДПР, 8,64%. Далее идет Гришин Александр Алексеевич, партия «Пенсионеров», 8,3%. И замыкает пятерку Сорокин Александр Сергеевич с результатом 4,61%, выдвинутый партией «Яблоко». Я бы хотела что добавить по Кашинскому одномандатному избирательному округу. Мне хотелось бы поблагодарить всех кандидатов, участвующих в выборах, которые дошли до финишной прямой, за очень корректную избирательную кампанию. То есть у нас по Кашинскому округу очень спокойно прошла избирательная кампания. У нас не было никаких жалоб в комиссиях. И даже те рабочие моменты, которые возникали, они абсолютно спокойно, конструктивно решались во взаимодействии избирательных комиссий и кандидатов, и их представителей. Спасибо уважаемым коллегам за конструктивный подход к текущей избирательной кампании. Хорошо, мы продолжим разговор о результатах выборов. Сейчас хотелось бы посмотреть на процесс несколько с другой стороны. Вот у нас сегодня присутствует в гостях, как мы уже представили, Вадим Левшин, руководитель пресс-службы ОМВД Тверской области. Как вообще был организован в этот раз процесс с точки зрения охраны общественного порядка? И были ли какие-то к вам обращения, нарушения и прочее? Расскажите, потому что мы знаем, что вы нас покинете, буквально скоро служба зовет, поэтому вам слово. Начнем с того, что серьезных нарушений общественного порядка в период проведения выбранной кампании не зафиксировано. Всего было задействовано 628 сотрудников полиции и также порядка 40 человек сотрудников Росгвардии. То есть сотрудники полиции дежурили на каждом избирательном участке. Я еще раз повторюсь, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. К нам поступило 6 обращений, касающихся возможного, подчеркну, возможного нарушения выбранного законодательства. Но при рассмотрении никаких серьезных нарушений выявлено не было. Но обращались-то с чем? Ну, для примера, вот приведу, например, обращение в Киморском районе. Поступило сообщение, что у драматического театра города Кимор стоит автомобиль «Газель» с символикой одной из политических партий. Значит, данный материал был зарегистрирован. В ходе рассмотрения было установлено, что в нем отсутствуют признаки какого-либо административного нарушения. То есть символика была нанесена автомобилем достаточно давно, то есть используют еще в других выбранных компаниях. То есть вот такого рода нарушения, не нарушения, а обращения поступали. Всего их было 6. Это по региону, да? Да, был там также по Киморам один нетрезвый, значит, мужчина, который, выходя с убирательного участка, сорвал плакат. В отдел полиции был оперативно доставлен, провели беседу профилактическую, упустили гражданина. То есть все прошло довольно-таки спокойно. Если можно, я немножечко добавлю. Я хочу обратить внимание, что даже вот те немногочисленные 6 всего обращений, которые поступили правоохранительные органы, ни одно из них не касалось работы и действий избирательных комиссий, ни территориальных, которые являлись организующими выборами на территориях каждого муниципального образования, ни по одной из 472 участковых избирательных комиссий никаких обращений в правоохранительные органы не поступило. Совершенно верно. Хорошо. Ну вот смотрите, достаточно много избирательных компаний в последние годы. Всегда ли так все проходит спокойно? Вы знаете, в последнее время довольно-таки спокойно проходят и выбранные компании, и более высокого уровня. То есть это говорит, возможно, о более политической грамотности населения повышенной. Более ответственные люди стали подходить к данному процессу. Действительно нарушений практически не фиксируются, именно серьезных таких нарушений. Хорошо. Ну вот я понимаю, что сейчас у нас и общественность вовлечена вот в этот процесс, да, и у нас организованы так или иначе общественные наблюдатели. Вот мне хотелось бы вам предоставить слово, Александр Анатольевич, чтобы вы рассказали, как в этот раз все было. Ну, нам есть с чем сравнить, хотя общественные наблюдения только набирают силу в России и в нашем субъекте, но тем не менее мы занимаемся формированием полуобщественных наблюдателей уже третий раз. Вот. Надо сказать, что в этот раз организация этого процесса значительно стала лучше. Во-первых, есть уже очень хороший опыт работы совместно с обл. избиркомом. Вот. Обл. избирком оперативно нам дает необходимую методическую информацию, которую мы распространяем среди будущих наблюдателей. Валентина Евгеньевна лично принимает участие в обучающих семинарах. В этом году мы в две волны проводили такие семинары. Надо сказать, что по результатам общественного наблюдения я могу подтвердить мнение коллеги, что действительно прошло достаточно спокойно. Что было нового? У нас был ситуативный центр, работал при аппарате общественной палаты, и мы практически дежурили весь период работы избирательных участков. И в этот раз мы обзванивали всех общественных наблюдателей, чего раньше не было. Раньше мы ждали сами звонки, а теперь мы обзванивали. Надо сказать, что, в общем-то, обстановка от начала открытия избирательных участков и до их завершения достаточно была спокойная, и, в общем-то, никаких тревожных сигналов мы не получили. Но я могу сказать, что вообще хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, а их у нас было в этот раз 414 общественных наблюдателей, кто пришел, добровольно пришел на участок и просидел, посмотрел, как идут выборы. Причем погода была очень хорошая, был, наверное, у многих соблазн провести этот день на своих грядках или, может быть, с внуками или с детьми. Но, тем не менее, вот большое спасибо за сознательность такую нашим гражданам, за то, что они аккуратно просидели на выборных участках и посмотрели над тем, как проходят выборы. Цель общественного наблюдения, безусловно, не навредить. Цель общественного наблюдения сделать выборы максимально легитимными, чтобы никто по окончании этих выборов никто не посмел усомниться в подлинности, в реальности тех цифр, которые вот сегодня озвучил председатель нашей областной избирательной комиссии. Я думаю, что в этой части общественные наблюдатели отработали очень хорошо. Хотелось бы отметить два района, можно сказать. Это Балаговский район, где, в общем-то, наилучшим образом, мне кажется, был представлен пул, никаких не было сбоев, все пункты были закрыты общественным наблюдением. И город Ржев, это тоже, я хочу сказать, очень хорошо поработала наша общественность. Практически все пункты были закрыты общественным наблюдением, и мы были очень спокойны за эти территории. Хорошо. Вера, если позволите, несколько слов добавить, чтобы не сложилось впечатление, что здесь вот избирательная комиссия там с общественной палатой друг друга там наблюдают, да, и в данной ситуации хвалят. Я хочу обратить внимание, что в эту избирательную кампанию как никогда на избирательных участках присутствовали не только представители общественной палаты, но у нас всего было 758 наблюдателей. Да, больше половины из них это от общественной палаты, но 303 человека это были представители различных кандидатов, 41 это от политических партий. А помимо наблюдателей на избирательных участках были назначены также 480 членов комиссии с правом совещательного голоса. Таким образом, у нас 1238 человек осуществляли контроль, как общественный, так и партийный контроль за работой избирательной комиссии, за тем, как проходит голосование, за тем, как идет подсчет голосов. То есть 472 участка и было 1238 представителей общественности. Помимо этого, в освещении избирательной кампании и также присутствовали на избирательных участках 80 представителей 24 средств массовой информации, которые прошли аккредитацию в избирательной комиссии. И в совокупности это получается почти 1300 человек, которые могли наблюдать, которые могли контролировать, и в случае, если какие-то были бы у них замечания, они могли, соответственно, об этом информировать либо общественную палату, либо своих кандидатов, либо свои политические партии. У нас вот прошло все спокойно, и таких эксцессов каких-то обращений со стороны наблюдателей не было. Я скажу больше, даже в определенных моментах наблюдатели нам помогали, когда на всем известной карте нарушений общественной организации «Голос» появились там 4 всего сообщения по нашей области, да. А мы их проверяли, 3 из них абсолютно не подтвердились. Одно мы все-таки отправили вот коллегам в ОВД проверить, и как раз вот по одному моменту там вот такая была информация, что там приведено несколько номеров избирательных участков, что на них там вот то-то-то обратились к наблюдателям, в первую очередь, которые там присутствовали, даже наблюдатели условно от оппозиционных кандидатов сказали, нет, этого не было, это выдумка. То есть они нам помогли опровергнуть определенную фейковую информацию, которая размещалась вот в интернете. Поэтому здесь, конечно, огромное спасибо всем коллегам, которые вот были на избирательных участках, представителям общественной палаты, представителям всех кандидатов, которые воспользовались своим правом и назначили. Мы всегда говорим, что наблюдатель это в первую очередь наш помощник, и мы всегда с радостью ждем представителей политических партий, кандидатов, общественной палаты на избирательных участках, потому что мы считаем, чем больше людей вовлечено в сам избирательный процесс, тем, я думаю, меньше будет каких-то недопониманий и меньше будет сомнений, не будет вообще сомнений в правильности тех процедур, которые проводит избирательная комиссия. Хорошо. Я думаю, что отпустим мы тогда, наверное. Да, Вадим Александрович, благодарим вас за участие. Спасибо. А мы продолжим с вами разговор. Валентина Евгеньевна, вот такой вопрос. Давайте теперь поговорим о конкретных результатах, то есть по, скажем так, тем позициям, которые у нас были. С законодательным собранием все ясно, да, но еще избиралось, если ошибусь, вы меня поправьте, 16 глав субъектов. У нас вообще были, вот избирались главы где-то субъектов? Нет, но главы субъектов это выборы губернатора. У нас выборы губернатора состояли в 16-м году. Плановая очередная избирательная кампания это 21-й год. И 21-й год это вновь для Тверской области очень масштабно, очень серьезно, очень важно. Это выборы депутатов Государственного Российской Федерации, но это вся Россия. А для нашей Тверской области, помимо выборов депутатов Госдумы, это выборы губернатора и выборы депутатов законодательного собрания Тверской области полного состава. Поэтому у нас выборов таких не было, не было и не могло быть, скажем так, да. Выборов глав у нас тоже не было. Мы замещали 286 мандатов депутатских, то есть один мандат это, соответственно, законодательное собрание и получается 285 это депутаты различных представительных органов разного вида муниципальных образований. Начиная от городских округов, Ржев, Кимры, Торжок, дополнительные выборы, вновь образованный Вышневолодский городской округ. Напомню, что у нас в марте был принят закон, в результате которого были объединены у нас два муниципалитета, Вышневолодский район и город Вышневолодчок, городской округ в единое муниципальное образование. Вот как раз там выборы очередные состоялись на территории этого. У нас в районах прошли выборы. Районах собраний депутатов Бельского, Жарковского района, Лихославского, Ромешковского, Лесного, Фировского и так 16 муниципалитетов. Вообще на территории области в 26 муниципалитетах прошли голосования, где-то основные выборы, где-то, как мы с вами говорили, по Балагое, дополнительные или повторные. И, как я уже говорила, выдвигалось на этих выборах почти тысяча кандидатов. Почти тысяча кандидатов у нас это было, 985 кандидатов выдвинулись на 286 мандатов. 936 были зарегистрированы, соответственно. Далее пошло выбытие где-то по уважительным причинам, где-то по принудительным причинам, когда избирательная комиссия вынуждены были идти даже в суды, чтобы отменять регистрацию с тем, что тот или иной кандидат скрыл сведения, например, о судимости. И в итоге к финишу, к избирательному бюллетеню у нас пришло 916 кандидатов на выборах вот этого местного уровня. При этом на уровне муниципальных районов и городских округов это было 781 кандидат, городские сельские поселения 130 кандидатов. Причем хочу сказать, что выдвинутое большинство было политическими партиями. У нас в выдвижении в целом участвовало по области 12 политических партий. Это достаточно серьезная политическая конкуренция, то есть были представлены кандидаты не только от парламентских партий, понимаете, да, их 4, соответственно 8 других. Это иные идеологические направления, скажем так, с точки зрения избирателя выбрать было из кого. И 256 кандидатов это были кандидаты самовыдвиженцы. Еще раз повторю, выборы везде состоялись. Представительные органы сформированы в полном составе. Мандаты вакантные, которые были, они также замещены. И в целом, если говорить по области, результаты в общем таковы. Из 286 мандатов, 189 мандатов получила партия «Единая Россия», что составляет 66,08% от всех замещаемых мандатов. На втором месте у нас, как я так называю, партия самовыдвиженцев. И, кстати, она не только у нас на втором месте, она в целом по Российской Федерации. Картина ровно такая же. На первом месте «Единая Россия», на втором месте по количеству замещенных мандатов это самовыдвиженцы. У нас в области кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, получили 62 мандата, что составляет 21,68%. А далее по убывающей. Следующая это партия КПРФ, 19 мандатов, 6,64%. Далее ЛДПР, 8 мандатов, 2,8%. Далее «Справедливая Россия», 7 мандатов, 2,45%. И один мандат получила партия пенсионеров в городе Кимры, где выборы единственной избирательной кампании проводились по смешанной избирательной системе. И этот один мандат составляет 0,35% от количества замещенных мандатов. То есть вот таким образом распределились голоса. Но если взять диаграмму, скажем так, процесса выдвижения, то оно абсолютно зеркально. То есть точно так же наибольшее количество кандидатов было выдвинуто у «Единой России», на втором месте были самовыдвиженцы. И далее партии распределились практически в такой последовательности. Хорошо. Как вообще была организована избирательная кампания в этот раз? Я знаю, что видеонаблюдение по-прежнему было. Вы это практикуете? Как вообще? Значит, что если сказать о технической стороне организации избирательного процесса? Ну, первое. Все 472 участка у нас были оборудованы компьютерной техникой, за что, конечно, большое спасибо хочу сказать органам местного самоуправления, главам муниципальных образований, которые нам помогли это сделать. Для чего? У нас уже ни одну избирательную кампанию, есть определенный стандарт, в соответствии с которым протоколы участковых избирательных комиссий больше не пишутся от руки, они оформляются в машиночитаемом виде, а самое главное, они не просто печатаются, они еще изготавливаются с машиночитаемым QR-кодом. И в том числе эта избирательная кампания показала, что, во-первых, протоколы участковых комиссий QR-код и использование специального программного обеспечения, так называемого СПО УИК, это позволяет избежать ошибок, чисто технических ошибок при оформлении протокола. И плюс это, конечно же, в разы ускоряет составление самого протокола, потому что автоматически проверяются все контрольные и логические соотношения, и плюс это в разы ускоряет ввод данных в систему газвыборы. По примеру нынешней избирательной кампании к трем часам ночи, несмотря на то, что у нас были совмещенные выборы, у нас были выборы по смешанной системе, где два бюллетеня, у нас были выборы по многомандатным округам, где в один бюллетень было включено 34 кандидата. Трем часам ночи все данные из протокола участковых избирательных комиссий уже были введены в систему газвыборы. Мы имели полностью картинку по области. В иные годы, когда мы не использовали этот программный продукт, и когда наши системные администраторы вынуждены были вручную каждую циферку вносить в систему газвыборы, вот аналогичная избирательная кампания, дай бог, если к шести часам, к семи часам утра бы завершалась с точки зрения введения протокола. И считали вручную. Это вот раз. Это раз. Второе. У нас было видеонаблюдение. Причем в этот раз мы, скажем так, использовали видеонаблюдение, применяли видеонаблюдение. Это была абсолютная инициатива избирательной комиссии области. То есть выборы у нас местного уровня, скажем так, все порядки, которые приняты, они нас не обязывают. Вот это может быть наша добрая воля. Мы решили попробовать. И плюс мы организовывали это видеонаблюдение практически собственными силами. Это силы сотрудников моего аппарата, как бы избирательной комиссии области. И это помощь председателей территориальных комиссий на местах и где-то глав. То есть мы не привлекали никакие сторонние организации. Можно я скажу вам большое спасибо за ваше видеонаблюдение? Можно я вклинись? Да, конечно. Вы знаете, во время обзвона наших общественных наблюдателей не всегда мы могли дозвониться. Но в это время мы включали в онлайн-режиме видеонаблюдение по каждому пункту, и все было прекрасно видно. Камеры размещались бесподобно просто. Были видны кабинки, было видно урна, столы где сидели. Ящик для голосования. Ой, ящик для голосования. Прошу прощения, ящик для голосования, да. То есть практически все как на ладошке. То есть практически наши члены общественной палаты вам выражают большую благодарность. Спасибо огромное за оценку нашей работы. И вот по нашему решению, мы как комиссия, все-таки организующая выбор в Законсобрании, мы, во-первых, у нас были закрыты видеонаблюдения все 27 территориальных комиссий. То есть с 8 часов вечера, с 20.00, когда начинается подсчет голосов и прием протоколов территориальных комиссий, во всех 27 включались камеры, и вся приемка протоколов, подведение итогов, принятие решения о результатах выборов, это было под видеокамера. И плюс участковая избирательная комиссия, да, это было небольшое количество участков, но, опять же, рекомендация такая, что на тех участках, где более тысячи, и вот по Кашинскому округу это было 19 избирательных участков, и плюс дополнительно у нас в ряде муниципальных образований территориальные комиссии приняли решение тоже на отдельных округах, где, сразу скажу, где наиболее острая борьба, где наиболее активно себя вели кандидаты, также установить видеонаблюдение, что и было сделано, и, соответственно, трансляция была на сайте избирательной комиссии. И вот, как подтвердил Александр Анатольевич, у нас там все случилось, как говорится, и все было видно, и все можно было наблюдать. Далее, избирательная комиссия области в продолжении той работы, которую она ведет по обеспечению реализации прав наших граждан с определенными ограничениями по здоровью, в эту избирательную кампанию также реализовывала совместно с нашими соорганизаторами, это Комитет по делам молодежи области, это Министерство по социальной защите, это волонтерские добровольческие организации областные, наш волонтерский проект «Выборы доступны всем». Да, вот хотелось бы остановиться на нем, что это за проект, что он дает? Ну, во-первых, этот проект мы реализуем уже с 2016 года. Я скажу сразу, он изначально, когда мы первый год, в 2016 году, когда была эта масштабная избирательная кампания, его реализовывали, он почему-то был не как-то однозначно воспринят представителями одной из политической партии, что было для нас очень удивительно, ведь реализация этого проекта направлена в первую очередь на обеспечение реализации права проголосовать и возможности проголосовать для наших пожилых, престарелых избирателей и избирателей с ограниченными возможностями здоровья. То есть смысл заключается в том, что наши волонтеры с определенной экипировкой, на которой видно, что это символика избирательной комиссии, никакой агитации, они просто оказывают помощь. Подняться по ступенькам, найти помещение для голосования, ведь у нас в некоторых зданиях по три участка расположены. Иногда наши старенькие избиратели, они просто путаются, они не знают, в какую сторону им повернуть. А здесь у них спрашивают, а вы где проживаете? Значит, ваш участок, вот этот, их доводят в помещение для голосования. Им помогают потом выйти, спуститься опять же по ступенькам. То есть абсолютно безобидные действия, но они очень помогают, и мы получили в 2016 году очень положительные отклики от наших избирателей. Но вот еще в 2016 году одна из партий почему-то была против. Мы были очень удивлены, я не хочу называть наименование этой партии, но это партия, где все-таки основной электорат, во всяком случае в 2016 году, это были вот именно взрослые, скажем так, наши избиратели, избиратели преклонного возраста, и наши все действия были именно направлены на это. Но потом, в принципе, когда они разобрались, не вот так поверхностно, а вникли, и у нас уже в 2016 году каждую избирательную кампанию проект реализуется. В этот раз нам также оказывали помощь 500 волонтеров. Они оказали 8 сентября помощь более чем 3 тысячам избирателям в реализации их активного избирательного права в этой части. Плюс, помимо этого, для вот избирателей с ограничениями по здоровью на территории Кашинского округа, на всех 87 избирательных участках были изготовлены и находились трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня с прорезями. Были оборудованы специальные места для голосования, как лица, опять же, с ограничениями по зрению, так и для колясочников, либо лиц, у кого есть какие-то проблемы с передвижением. То есть у нас было установлено 47 кабинок для тайного голосования более большого размера, они широкие, они позволяют поставить там стульчик даже, чтобы вот избиратель, если у него есть какие-то проблемы с передвижением, мог не стоя заполнять избирательные бюллетени, мог там присесть. Он мог даже на коляске туда въехать, потому что размеры позволяют. Плюс у нас избирательные участки, на которых мы предполагали голосование, вот, как я уже говорила, лица с определенными ограничениями по зрению, помимо трафаретов находились также средства увеличения. То есть это лупы, через которые они могли бы прочитать текст избирательного бюллетеня. Вот такая работа была проведена избирательная комиссия. Помимо обычной нашей работы, которую делают все избирательные комиссии, это информирование, это изготовление, доставка приглашений для избирателей, это изготовление различных информационных материалов, в том числе плакатов, кандидатов, плакатов политических партий с информацией о сведениях о доходах, имуществе. Вот у нас в Кимрах, где смешанная система была, именно такие материалы. Такая работа делалась и будет делаться избирательными комиссиями. Единственное, я думаю, что она будет расширяться, приобретать, может быть, какие-то новые формы. Но все, поверьте, все они будут направлены, в первую очередь, на то, чтобы сделать голосование наших избирателей более комфортным, более удобным, более открытным и понятным. И голосовать должно быть удобно, в первую очередь. Ну вот, говоря об удобстве, голосовали, как могли проголосовать все, я думаю, что они тоже были из числа избирателей, кто вообще не мог прийти на избирательный участок. Да, конечно, но это тоже в законе предусмотрена норма. Это голосование вне помещения. Все наши избирательные комиссии за 10 дней до начала голосования, до дня голосования, они начинают прием таких заявок. Заканчивается прием таких заявок в 14 часов дня голосования, и у нас не было ни одного обращения, что где-то была заявка, и какая-то участковая избирательная комиссия ее не обеспечила, не пришла, не приехала для обеспечения голосования вне помещения. И опять же скажу, даже вот это голосование вне помещения, оно также проводится под контролем и общественных наблюдателей, и наблюдателей от политических партий, потому что в соответствии с законом они могут присутствовать. Если они изъявили желание, то комиссия всегда предоставляет возможность вместе с членами с правом решающего голоса, с переносным ящиком для голосования, выйти либо выехать по конкретным адресам. А я напомню, что помимо городских округов, в основном-то у нас районы были сельские, и территория нашей области огромна, и в границах конкретных избирательных участков мы проводили в одно время анализ, у нас бывает до 35-40 населенных пунктов с разбросом от центра, где находится помещение для голосования, до 70 километров. Поэтому, конечно же, в том числе и для таких избирателей мы проводим эту процедуру, плюс мы обратились от имени избирательной комиссии области, и нам также содействие в этом оказало Министерство по работе с территориями к нашим главам муниципальных образований, с тем, чтобы они постарались организовать дополнительные маршруты общественного транспорта, чтобы избиратели могли, в том числе из каких-то отдаленных населенных пунктов, доехать на этом общественном транспорте к помещению для голосования. Такая работа также была проделана. Я хочу акцентировать внимание на том, что сказала Валентина Евгеньевна, что общественный наблюдатель не ограничен в правах общественного наблюдения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть наш общественный наблюдатель, если и заявил желание, он обязательно, ему обеспечивается возможность выезда с ящичком для голосования. И у нас, кстати, такие случаи были, мы обзванивали некоторых наблюдателей, они говорили, что мы сейчас находимся на выезде. Так что практически любой вопрос работы избирательного участка находится всегда под контролем общественного наблюдателя. Ну вот, те люди, которые изъявляют желание быть, скажем так, наблюдателями общественными, от общественности, кто они прежде всего? Какой это возраст, профессия, может быть, как-то делали какую-то аналитику? Гендерный момент, конечно, просматриваешь. Женщины, конечно, женщины наиболее, да. Я сказал, больше 70% это женщины и женщины в таком, в хорошем, красивом, красивом возрасте. С сильным, сильным возрастом. Да, мне очень приятно, что вот эти третья волна общественных наблюдений, третьи выборы показывают, что пол общественных наблюдателей достаточно стабилен. У нас замена произошла не более, наверное, не более 20%. То есть сформировался какой-то уже костяк людей, таких неравнодушных, которые уже знают, как себя вести, им эта работа, по всей видимости, интересна. Надо сказать, что личный контакт с такими людьми показывает, что это еще очень воспитанные, интеллигентные, очень культурные люди. Они очень доброжелательные. Вот разговор с ними по телефону, просто одно удовольствие. Как молодежь вообще принимает участие? Есть ли среди волонтеров именно молодые люди, которые хотят? Волонтеры это у нас в основе своей молодежи. Это студенты средних специальных заведений, это студенты вузов. Волонтеры это однозначно практически всегда только молодежь. Правильно абсолютно. Наблюдатели тоже более зрелые, более опытные. Но и среди наблюдателей тоже детей студенты. Есть молодые, да, есть, попадаются. Хорошо. Ну а вот к вопросу о вниманию и интересу. Понятное дело, что в этот раз, по крайней мере в Тверском регионе, выборы были не самого высокого уровня. Если мы не берем выборы депутата законодательного собрания. Все-таки насколько меняется отношение к выборам, и я имею в виду среди населения, и в том числе и среди молодежи. Потому что у нас принято считать, что молодежь у нас вполне аполитична. Но мне кажется, тенденция начала несколько меняться. Есть ли вообще какие-то наблюдения? Ну вы знаете, если смотреть, мы пока не успели проанализировать, слишком арки срок прошел после окончания голосования полувозрастной состав избранных депутатов. Но если говорить о кандидатах, которых у нас было почти 1916, дошли до непосредственно избирательной кампании, то у нас там с точки зрения подхода сегодняшнего к понятию молодежи, когда у нас там до 30, до 35 лет, у нас получалось, что среди этих кандидатов около 25% это именно молодежь. И мы наблюдаем каждую избирательную кампанию, что количество молодых кандидатов, которые пытаются реализовать свое пассивное избирательное право, оно увеличивается. Если говорить по предыдущим выборам, которые проходили в прошлом году, и тоже выборы уровня местного самоуправления, где у нас там замещалось более 1900 мандатов, то есть это масштабнейшая была избирательная кампания, то вот если смотреть о том, сколько их выдвигалось молодежи и сколько избралось, то там результат, процент избрания молодых более 30. Я считаю, что это просто замечательный результат, потому что не каждая парламентская партия у нас набирает по 30%. Вот так вот если говорить, если условно назвать молодежь партией молодежи, да, они были представлены разными партиями, и парламентскими, и непарламентскими, и самовыдвижением шли, но если их вот назвать общей партией молодежи, то в принципе результат, который был по предыдущим выборам, он очень показателен, он более 30%. И мало того, я могу сказать, что участие в предыдущих избирательных кампаниях иногда подталкивает их участвовать и в выборах более высокого уровня. Так вот у нас кандидат Иванов от партии КПРФ по Кашинскому округу, он избрался в прошлом году на выборах в Калининском районе, в сельском поселении. И участие там подвигло, видно, ему участвовать уже в более высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что вот эти вот даже выборы, которые, может быть, не очень масштабные идут, они все-таки подвигнут нашу молодежь, в первую очередь, более активно реализовывать свое пассивное избирательное право. Потому что спрос на обновление, на омоложение, в том числе представительных органов, он однозначно есть в обществе. Потому что мы не стоим на месте, жизнь меняется, меняются подходы, меняются взгляды, меняются технологии. Мы говорим сегодня о цифровизации практически всех, ну, наверное, отраслей, всех направлений нашей жизни. Но кому, как ни молодежи, это реализовывать? Поэтому, конечно, спрос есть. Хотелось бы, конечно, как от имени уже, я тут, знаете, уже как бы в свое, в свою как бы кормушку, да, мне бы, конечно, от имени избирательной комиссии хотелось бы обратиться и сказать, что нам бы хотелось видеть больше молодежи в составах избирательных комиссий. Вот опять мы с вами говорили и про QR-код, и про видеонаблюдение, да, и мы говорим о реализации каких-то волонтерских проектов. И вот сегодня у всех на слуху, наверное, те эксперименты, которые проходили на московских выборах, это цифровые избирательные участки, которые позволяли, позволяют и, скорее всего, в будущем позволят нашим избирателям, где бы они ни находились в день голосования, проголосовать и за губернатора Тверской области, и за депутатов законодательного собрания, находясь на отдыхе в Сочи или в командировке в Магадане. То есть, да, сегодня мы этого не можем сделать. А вот эта цифровизация, внедрение техники, уже более современной, более высокого уровня техники, не просто обычного компьютера в работу избирательной комиссии участковой, оно, конечно, требует прихода молодежи и в работу избирательных комиссий. И мы всегда с радостью воспринимаем, когда молодежь интересуется, когда она приходит. Мы для этого и создали молодежную избирательную комиссию, чтобы в том числе среди молодежи, вот молодежь бы сама могла рассказывать о том, что такое выборы, какие потребности есть в системе, именно в молодежи, в идеях, которые есть в молодежи, в тех возможностях, которые может молодежь предоставить, в том числе избирательной системе. Хорошо. Ну, сейчас мы уйдем на небольшую нашу последнюю рекламу, а потом вернемся в студию. Не переключайтесь. Ну что же, мы снова в студии, у нас буквально несколько минут остается. Заговорили сейчас о молодежи, о повышении их интереса. Я знаю, что проводятся определенные мероприятия. Как вообще электоральную активность повышаете, Валентина Евгеньевна? Ну, избирательная комиссия области проводит большую работу, и уже на протяжении многих лет по повышению правовой культуры избирателей, и в том числе молодежи, привлечении молодежи к участию в избирательном процессе. Проходит это иногда и даже в каких-то достаточно таких, на наш взгляд, как интересных формах. Мы проводим различные фестивали, конкурсы. И вот одним из таких самых, наверное, интересных конкурсов, которые уже проводятся не просто на уровне нашей области, а на уровне Российской Федерации, организует его Центральная избирательная комиссия, это глубоко переформатированный конкурс на научную. Раньше он назывался так скучно, на научную там работу среди студентов, аспирантов. Сегодня это конкурс «Атмосфера», который проводится по нескольким номинациям. Номинации очень интересные, премии очень интересные, очень заманчивые, скажем таки. И с положением, и с условиями этого конкурса молодежь, наши студенты, наши аспиранты, молодые преподаватели наших вузов могут ознакомиться на сайте избирательной комиссии Тверской области, где там все это размещено. А в этом году мы сейчас немножечко, скажем так, подведем итоги избирательной кампании. И уже на октябрь месяц, на начало ноября у нас запланирован также фестиваль клубов молодых избирателей. Вот это тоже одно из направлений, по которому мы работаем. Направлений работы очень много. Это, наверное, какая-то, может быть, даже отдельная тема. Хотелось бы в первую очередь и при предложении от молодежи, а что бы они хотели от нас еще увидеть, услышать, получить, как говорится, может быть, изменить форматы какие-то. Вот как цик переформатировал свой конкурс, может быть, и нам какие-то свои мероприятия необходимо переформатировать. И мы всегда открыты, всегда открыты предложением, всегда открыты каким-то новым идеям, и ждем всегда молодежь у себя в избирательной комиссии. Ну, вот остается совсем немного времени, Валентина Евгеньевна. Я знаю, что вы хотели поблагодарить те, кто принимал участие в организации избирательного процесса в этот раз. Да, мне хотелось бы сказать слова искренней благодарности от себя лично, от избирательной комиссии области, всем коллегам и в общественной палате, коллегам муниципалитетам, главам муниципальным образованием, представителям правительства Тверской области, которые нам помогали организовывать и обеспечивать материально-технически данную избирательную кампанию. Ну и, конечно, мне бы хотелось обратиться отдельно и искренне поблагодарить своих коллег, членов участковых избирательных комиссий, членов территориальных избирательных комиссий, за ту слаженную профессиональную работу, которую они показали в этот единый день голосования. Еще раз напомню, что ни единой жалобы на работу избирательных комиссий в этот единый день голосования в избирательную комиссию области не поступило. Поверьте, за всем этим стоит очень серьезная работа, очень большой труд. Тысячи членов избирательных комиссий, еще раз им за это огромное-огромное спасибо. И, конечно же, пожелания всего самого наилучшего. Спасибо. Ну что ж, на этой положительной нойсти и завершаем сегодняшний эфир. Благодарю вас за участие. Ну и чего желаю вам прежде всего, так это отдохнуть. Спасибо огромное. Это была программа «Темы дня». Всего доброго. До свидания.